Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, а вы знаете, ну начнем, пожалуй, с того, что в вашем вопросе нет вопросов. То есть вы не задаете никакого вопроса по факту, просто кроме того, кроме спрашивать, на что жить, что делать, как не говорить, то есть это вот такие вопросы, не вопросы. Я рекомендую вам для начала сформулировать вопрос к психологам, чего вы хотите от психолога. Потому что вопрос, на что вам жить, как не говорить о мужчине вашему чего-либо. На эти вопросы я думаю, что вполне справедливо будет, если мы не будем отвечать, не потому что не хотим, не потому что не можем, а потому что это было бы неправильно с точки зрения профессиональной психотерапии. Ибо вы сами решаете, что говорить, а что нет, вы сами принимаете решение высказываться вам по, ну, какой-либо ситуации или нет. И какие у этого, ну, плюсы и минусы. Это первое. Второе. Значит, второе, это то, что сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Вот. Да и Светлана, в общем-то, тоже. Вот. Их ответ, их позиция, особенно позиция Кудрячева Игоря Леонидовича. Вот. Вот. Она, мне кажется, наиболее адекватной и наиболее адекватно ображающей суть вашей проблемы. Вот. То, что написал Кудрячев Игорь Леонидович, это прямая инструкция к действию, по сути. Вот. Для вас. А теперь, что касается, собственно, самого вашего текста. Знаете, странно как-то получается у вас, вот вроде бы вы из интеллигентной, судя по всему, не бедной семьи. Но почему-то у вас при хорошем уровне дохода маленькая однокомнатная квартира. Вы явно привыкли жить на широкую ногу, но квартира при этом у вас все равно маленькая. Вы почему-то выбрали себе в партнеры, ну, в мужья, да, выбрали себе. Человека явно ниже вас по, ну, и по культурному уровню, да, вот, и по интеллектуальному уровню, и даже, наверное, по профессиональному развитию ниже вас. Зачем? Видимо, вы считали, что человек должен измениться. Почему-то вот вы выбрали такого мужчину. предположили, что он изменится, предположили, что он не будет вести себя по-другому, не будет... ну, будет соответствовать вашим ожиданиям, короче говоря. У вас есть какие-то представления о том, как мужчина должен себя вести? У вас есть какие-то представления о том, как и сколько, я так понимаю, человек должен зарабатывать? Но почему вы эти представления свои не реализуете? Реализуйте их через мужчину. Чем продиктована ваша надежда на то, что он изменится? Чем продиктованы ваши ожидания по поводу того, что он будет вести себя так, как нужно вам, а не так, как хотите вы? Почему? Вы от него требуете достаточно много, да, то есть требуете измениться, требуете больше зарабатывать, вот. Но нет чувства, что вы принимаете его, нет ощущения, что вы любите его, нет ощущения, что вы до конца готовы партнера принять. А без безусловного принятия партнера невозможно построение отношений. По сути, по сути, вы в этой ситуации с ним, на мой взгляд, играете роль мамы. Играет роль мамочки с такой вот, ну, такая мама, да, которая, ну, условно говоря, пытается воспитывать своего мужа. Ну, вот он и воспитывает так, как хочет. Опять же, к вам вопрос. По какой причине вы выбрали себе в партнеры мужчину явно ниже вас? Давайте смотреть. Итак, хотела проконсультироваться. Пишите вы. Это не консультация, Марина. То, что вот вы написали свой текст, то, что вам ответили, это не консультация. Это не консультация. Консультация, это когда мы можем вам, например, ну, допустим, задать вопрос. Какой-нибудь, да, который нас волнует. Консультация, это когда мы можем взять у вас интервью, например. Вот это, это консультация. А то, что вы пишете, это не консультация. Это поверхностное обозначение проблемы. Пусть даже оно и такое у вас, ну, достаточно обширное получилось. Да? Вот. Но, тем не менее, это абсолютно ничего не значит. Вот. В том смысле, в том смысле, абсолютно ничего не значит, что это не может быть консультацией никак. При всем желании. Дальше. С мужем мы вместе два с половиной года. Свадьба была чуть больше года назад. Ну, вот здесь. Давайте здесь подумаем немного. Немного. Что вас объединяет с человеком? Почему вы решили... А, кто-нибудь из-за чего? Что вас, ну, не знаю, зацепило в нем? Что вас привлекло в нем, если угодно. Вот. Это очень важный момент. Потому что это базис, это базис отношений. Которые вы выстраиваете. Дальше. Так. Когда мы познакомились, он был взят, он неотепенный, курил, плевался, одевался в заносенной одежде. В общем, типичный деревенский парень. Хотя в Питере вообще жил 11 лет. И почему же вы выбрали его? Тогда. Если он... Ну, вот. Такой. Был неотчесан. Зачем он? Вам что? Тогда. Такой. Мужчина. Для чего? Он вам. Тогда. Такой мужчина. Понимаете? Вот. Это важно. Понять. Вы об этом ничего не пишите. Со мной довольно быстро причесался почти, почти не курит. Он стал нормально выглядеть. Стал иногда ходить со мной в театр. В общем, как-то подстроился и вроде как ему нормально. Но опять же, вы дотянули его до уровня. Он с вами вырос. Но если он с вами вырос, чего вы решили, что он будет вас, к примеру, за это уважать? Ну, вот серьезно. Почему? Вы решили, что он будет вас за это уважать. За то, что он, допустим, с вами вырос. Вот. То есть, вы изначально в равных отношениях с ним не были. У вас получилась своего рода такая, знаете, как, типа, борьба. Борьба за, я даже не знаю, за, может быть, первенство, за лидерство, за определение какое-то, ну, пары вашей. Вот. То есть, я бы очень хотел, чтобы вы для себя вот этот момент выделили. Чем он вас привлек? Понимаете? Чем он вам понравился, если угодно. И так далее. Дальше. Ему 30. Он из неблагополучной семьи. Матца в своем теле. Отец в итоге ушел, когда ему было 5. Настя умерла 7 лет назад. Только галит. Но когда я спрашивал, как и почему жил отец, он отвечал, я сам хотел, если бы он ушел, он не ложительно к маме относился. А зачем вы, как бы, спрашивали про, ну, про его родители? Для чего опять же вы это делали? То есть, какова, какова ваша-то цель, какова в этой ситуации? То есть, вы интересовались им, возможно, да, но если у человека неблагополучная семья, как правило, он не хочет об этом говорить. Как правило. Вы же почему-то вот спрашиваете, вы же почему-то выясняете, и опять же, ваш мотив здесь не ясен. Первый звоночек был через 5 месяцев после свадьбы в прошлом ноябре, когда во время ссоры у меня хрыл 10-ти этажный матом, обзывал последними словами, а я из интеллигентной семьи до 10-го класса даже ни одного матерного слова не слышал, и мне в жизни никто никого не оформлял, да и крики бывали редкие, всегда без матов. Ну вот, понимаете, какая история? Если вы из интеллигентной семьи, то опять же, почему выбрали такого мужчину сюда? Это тот же вопрос. Да, у человека такой культурный уровень. Да, что бы вы не делали, что бы вы не делали, вот что бы вы не делали, этот уровень, он будет таким, таким. Что бы вы не делали, этот уровень будет, вот, собственно говоря, ну, так проявляться, скажем так, вот, что бы вы не делали. И этот момент, этот момент, его нужно принять, вот. Но для чего вам, мужчина, такого типа, зачем вам такой человек? У меня загадка. Опять же. Дальше. Так, эээ, значит, было ужасно больно, я очень долго приходила в себя, я не могла понять, не могла принять, я была унижена и раздавлена. А он просто упал в мои глаза. Понимаете, какая штука, вот здесь у вас чётко прослеживается позиция жертвы. То есть, а, с одной стороны, вот, 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 вот боль, унижение, а, которое вы чувствуете, чувствовали, точнее, вот. Что, ввели, 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 не, 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 не откуда, у этого есть причина. То есть, вам почему-то больно. Вы почему-то почувствовали себя раздавленным. Значит, у вас внутри уже есть проблемы. Значит, у вас внутри уже есть трудности. Какие-то трудности. Я не знаю, какие. Я не могу сказать, какие. Но они есть. Эти трудности у вас есть. То есть, за вот это, ну вот, за, ммммммм, то, за то, за то, что, мммм, Вам больно? Да. Ответственность нужно нести только вам. Никому больше, только вам. Только вы несете ответственность за это. Итак, почему больно было? Так, он просто упал в мои глаза, пытался ему донести, что для меня это неприемлемо, еще один раз, такой раз, вот. Хорошо, хорошо. Вы пытались для него это донести, эту мысль? Хорошо, что пытались. Но не кажется ли вам, что для той, кто вроде как, по идее, любит, если мы возьмем за, ну, за основу, то, что вы любите человека? Не кажется ли вам, что он, когда быстро очень вы от него готовы отказаться, только потому, что он, вам больно? Так. Он, видимо, просто пытался запомнить, что со мной так нельзя, но почему он не понимает абсолютно. А должен? У него дома, видимо, были только такие ссоры и были, для него это норма, вложенная трансгей, на днях это повторилось. Скажите, вот, правильно я вас понял, что после того случая вы поверили, вы поверили в то, что больше этого не случится? Правильно ли я вас понял, что после того случая вы поверили, что больше таких ну, моментов не будет? Почему? Так, значит, вы пишите на днях, как это повторилось, и два дня назад, и сегодня ночью. Снова куча мата, дикие крики, обзывания, последними словами, унижения. Я раздавлю. Вот опять, раздавленность, это ваша ответственность. Это вы воспринимаете это так, негативно. И что самое главное, воспринимаете вы это в свой адрес. Хотя это не нормально, что вы воспринимаете свой адрес. Вы не должны воспринимать это в свой адрес. То есть, то, что вы воспринимаете это в свой адрес, говорит лишь о вас внутривительственных проблемах. Неуверенности в себе, например. О чем-то еще. Но никак не о том, что у вас все в порядке. Вот. То есть, ну, если вы уверены в себе, да, к примеру, то вы понимаете, что, ну, мужчина кричит, ну, кричит, ну, и что, ну, вот такой он человек, он же хороший, как бы, да. Ну, вот. Он же для меня все делает. Ну, кричит, да. Ну, не до старых. Может быть, напряжение так снимает. Может быть, может быть, еще что-то. Вот. Какая разница? Как бы. Думаете вы про себя. В норме. Но это в норме. Это в норме. Что-то происходит у вас, нормой назвать, ну, к сожалению, нельзя. Потому что вы, опять же, раздавлены. Вы принимаете это на свой счет. И вот для начала перестать принимать это на свой счет, да, и обратить внимание на размознях, ну, свои проблемы, проблемы какие-то. Это первое, что вам нужно сделать в данной ситуации. То есть даже не мужчине, даже не к мужчине отношения вырабатывать. А именно, именно проблем, именно причины, почему вы, на свой счет, принимаете, вот, ну, то, что происходит с вами. Вот это вот понять для вас. Дальше. Так, я раздавлен, да, я помню свое еще один раз, такой, еще один такой раз, и развод, но я на восьмом месте, на восьмом месте беременности. Скажите, пожалуйста, ну, хорошо, вы на восьмом месте беременности, а как же вы тогда, будучи на восьмом месте беременности? Собственно, ну, говорили мужчине, а там ты разведешься с ним, если что-то такое будет. То есть, как, если вы были пять месяцев назад, на каком-то месяце беременности, да, то есть, по-моему, по-моему, на третьем, вот. Как? Так, вы что? Вот это и есть безответственность. Вот. Скандал, если, если скандал повторился, тогда, то есть, как бы, точнее, не так, да, если скандал случился, так, если это именно, вот, случилось, вот, если это именно, вот, ну, произошло, то, почему вы решились, что этого больше не произойдет? Пришли ли вы, к примеру, каким-то выводом, решением? Нет, не пришли. Вы не пришли никаким выводом, никаким решением. Вот. Так почему вы решились, что этого не повторится? На чем основывается, основывается ваша позиция здесь? Дальше. Мне некуда никуда не деться, на данный момент я даже себе на еду толком не могу заработать. Привлекайте родственников, привлекайте своих друзей. Вот. Ищите варианты. Тут, опять же, позиция жертвы, игра в да, но. Можете почитать про эту игру в интернете, она есть. Игра называется «Да, но». Так, я не знаю, что делать, что делать, чтобы что? Обычно он так перекрывает, когда разговор касается денег, он дитко мало зарабатывает, только на кредит, на машину, только на кредит, на машину и еду. Но это, опять же, идет жалоба на него. В основном, какие-то поездки, путешествия начнуты только мне, я сама на двоих зарабатываю. Ну, вот изначально так и было, вы изначально зарабатывали, как бы на двоих, и почему-то вы, ну, почему-то вы посчитали, почему-то вы посчитали, что это должно измениться. Вы приучили мужчину к определенной модели поведения? Приучили. А с какой стати он должен, простите, меняться? Вот. Какой стати он должен меняться? М? Не совсем понятно это. Дальше. Так, врачей я сама себя плачу, у него никогда денег нет, почему вы решили, что будет? Сейчас я уже не работаю, не могу, но улыбки у меня бывают, я буду рожать, пофиг, кому попаду, пофиг. Козы болит спина, терпи дома, ведь все терпят, тебе-то не только деньги нужны, как всем бабам разводишь, ищи себе богатого, старого пердуна. Это возиться жертвой Марина. То есть, это вот, мужчина, он тот, каким вы его выбрали. То есть, это его логика. И, то, что вы ожидали от него, что он будет вас обеспечивать, ну, вы от него ждали этого, но это совершенно не означает, что он должен это делать. То, что вы от него ждали, это совершенно не означает, что он должен, действовать так, как вы хотите. Вот. К сожалению. Ваши ожидания, они только чисто ваши ожидания, они не имеют никакого отношения к самому молодому, к самому мужчине, молодому человеку вашему. Вот. И то, что вы от него чего-то ждете, ну, вы можете ждать, конечно, только вы сами видите, ну, вы сами видите, к чему это приводит, да. То есть, как бы, ну, ваша позиция, ваша позиция, она, она, ну, она в корне деструктивная. Вот. Потому что, как видите, вам этой позиции становится, становится только хуже. Вот. То есть, вы либо делаете для себя какие-то, какие-то выводы сейчас и больше полагаетесь именно на себя, а не на ну, не на него. Либо выбор это действительно терпится, потому что выбора у вас по сути-то нет больше. Вот. Мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось понять вашу логику, мне бы очень хотелось понять, на что вы рассчитывали. Вот. Мне бы очень хотелось понять, как и чего именно вы хотели. Вот. И что предполагалось в этой ситуации. Ну, пока исходя с того, что вижу я, это очень мощная позиция жертвы, которая перекрывает вообще ну, вообще всё. Вот. К сожалению у вас. желаний у вас много, потребностей у вас много, вы в принципе имеете право на их удовлетворение, но почему-то вы решили, что именно мужчина должен вам это всё предоставить, почему-то вы решили, что если будете для него что-то делать, да, обеспечивать его, становиться своим родителям по фасу, вот, то что-то будет. Вот. Нет, 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 ещё раз, нет. Это работает не так. Так, значит, все мои друзья зарабатывают больше него два раза, обеспечивают себя и семьи, все мои одногодки, никто не старый пидон это видит. Ну а почему вы сравниваете? У него денег нет, нет, а мне, а мне-то стоит располагаться на себя, у меня нет, нет, тупо нет, даже куртки на 8, нет никакой, я не влезу в прошлогодние. Так, а когда вы ребенка звонили, вы о чем думали, вы это как там говорили? У него только кредит на еду, хотя, если честно, я не знаю, как можно 40 тысяч так распределять, что не хватает, у меня всё распределять и цены. Я в свою очередь в шоке, как 30-летний мужик постоянно обеспечит свою семью, живет в моей квартире, перспектив ноль, это не мои заработки, мы бы не смогли купить машину в кредит, до этого он копался на моей, а ваша где машина? Сейчас, что вы с ней делаете? Можно, ну и как-то с ней сюда что-то сделать? Вот, если у него ноль перспектив, опять же, почему вы его выбрали? Ну вот, не дай бог ему об этом сказать, ну а как мне не говорить? Тут уже дедлайн, блин, кто мне через месяц купит, хотя бы баучных товаров для собственного ребенка, как жить потом на все-таки? Это вам вопрос, нужна вина ваша себе. В том-то и дело, понимаете, что вопросов именно к психологу, да, вопросов именно к психологу, вы не задаете? Вопросов к психологу у вас нет. В том-то и дело. Вот, я об этом и пытаюсь вам сказать, что вы не задаете вопросов к психологу. Вот ваши вопросы, вопросы, по сути, жертвы. Вот, знаете, какая история? историю, что мне делать, кто мне купить и так далее. Вот. Я понимаю, что вас это волнует, это ваша ответственность. И мужчина, он как бы не изменится, не изменится абсолютно. Нет ему каких-либо причин меняться, потому что у него есть вы, которая приучила его к тому, что все легко, все хорошо и так далее. Вот. То есть это вам надо спросить, почему вы так мужчину выбираете себе. Тем более, что времени прошло, ну не так много, да, то есть все. Ладно, ладно, понятно, что он там, скажем, за 10 лет, например, изменился, да, это еще было бы понятно. Понятно, а так, что тут не так много времени прошло. И с ребенком, мне кажется, что вы здесь почему-то поспешили. Ну вот. Ага. Так. Ему все просто. Это раньше все так. Ну он, он свои колокольные судит. Это его правило. Потом так и в церкви отказывается, что он не так мне все деньги отдает. Он также вот, как я нахожу, все построено под меня. Но вы знаете, с учетом того, что, как вы организовываете свои отношения с мужчиной, я, если честно, не удивлен, что он так считает. Вот. Другое дело, что нет у вас, еще раз повторю, какой-то личной ответственности за то, что вы делаете. За то, что вам нужно, вам самой нужно. Вот за это личной ответственности у вас нет. Так. Значит, чего ты хочешь, в мою сторону, гора претензовит, типа, что я зажена, не могу угадать, чего он там хочет. Так, опять же, если вы изначально свои отношения выстраивали на принципах, например, доверие, да, что вы изначально уже знаете, что ему нужно, вот. Но вы сами определяли, что ему нужно, вы приучили его к тому, вы приучили его к тому, что действительно угадываете за него. Знаете, какая штука. Действительно, он привык к тому, что вы за него угадываете. Действительно привык к тому, что, а зачем, зачем ему вообще делать что-то, да, зачем ему говорить о своих желаниях, если вы сами знаете, что, ну, что нужно ему, вот, да, это правда, да, вот здесь вот, и всё, и... Люди, люди быстро привыкают к хорошим, к сожалению, к сожалению, дальше, так, озвучив нормально, не вариант, обвинение, мне больно, вот опять, больно, ужасно, больно, неприемлемо, я не могу с этим делать, это традиция жертвы, с одной стороны, почему больно, почему, почему ужасно больно, да, то есть, чем это лично вас задевает, Второй такая, сами выбрали, вот, так, я не могу, не знаю, как до него донести, если так со мной нельзя разговаривать, вообще никогда, Марина, ну, донести, если вы именно про слова говорите сейчас, что донести через слова нереально, потому что мужчина понимает только язык, язык действий, Мужчина понимает и понимает язык действий, но не язык слов, потому что словами вы себя обесценили, когда, значит, пообещали, что разведётесь и не развелись, вот, и поверьте, для мужчины не имеет значения, что у вас ребёнок передали, вы изменили своим словам. Так, я в шоке, будет видеть ребёнок, да, будет видеть и будет с вами общаться, да, если вы не будете защищать свои личные границы и не будете оставаться их и оставаться своим интересам. По сути таких выходок, у него сейчас встреча только за год, но я не могу этого принять и уйти никак сейчас. Ну, как я и сказал, это позиция жертвы, игра в данном, можете почитать об этом в интернете, вот, на что жить-то? У вас есть родные, ваши друзья, они помогут. Крутитесь, решите вариант. По сути, много чего он делает для меня хорошего на социальных каждый день, но потом вот такая ссора, не дай бог, перечеркиваю, почти просто, что хорошего, что он делает, я не могу прочитать. Ну, здесь есть элемент инфантильности, конечно. У вас, простите, может быть, неприятные такие слова, но элемент инфантильности есть. В чем он проявляется? А инфантильность, на мой взгляд, проявляется в том, что вы говорите, вот, я не могу простить, да? А вы пытались? Как вы можете простить человека, если, к примеру, вы принимаете все на тот же свой счет? Вот как вы можете его простить? Пока вы принимаете все на свой счет, да? Не получится вас простить. И это нормально. И было бы странно, если бы вы его проявили, если бы вы могли, могли простить. Потому что, ну, вам больно. Если бы вам было больно, вы бы прощали, это уже было бы отлично. Это бы означало, что у вас фидоматехистический тип личности. Вот. В общем-то, ничем, ничем не лучше того, что сейчас происходит между вами. Понимаете? Такая история. Так что, тут вот такая позиция. Но она не единственная, на самом деле. Вы изначально выбрали для себя деструктивную позицию. А позицию такую, знаете, ну, эдакой мамы, может быть, для своего мужчины. А с мамой отношения строить, как вы понимаете, нельзя. Ну, это невозможно. И вам нужно либо стать женщиной, а женщина все-таки в первую очередь думает о себе. Да? Женщина в первую очередь думает о том, что, ну, что нужно ей, что важно ей, чего хочет она. Да? Вот. О ребенке, кстати говоря. Точно, да. Вот. Либо, ну, что-то так и будет происходить дальше. То есть, по факту, да, по сути, ничего не изменится в дальнейшем. Вот. Обещать этот момент, конечно, вам, но суть, она вот такова. Суть такова. И есть определенные субъективные причины, по которым вы для себя оказались в этой позиции. Понимаете? Какая штука. Субъективные причины. Еще раз хочу, чтобы вы, ну, чтобы вы, чтобы вы поняли, чтобы вы обратили на это внимание, да? Субъективные причины, почему вы, ну, вот, в данной ситуации оказались, они есть. И родом они, эти субъективные причины, да, именно родом из вашей семьи. Вот. То есть, именно у вас в семье, ваше, ну, вот, ваше, может быть, воспитание, да, ваше, то, как, ну, какие вам привили, значит, ценности и так далее. Привело к тому, по итогу, что вы, вот, остались, ну, в отношениях, значит, с этим еще. Вот. Почему так произошло? Я не знаю. По какой причине. Ну, как правило, это, вот, ну, бессознательные страхи. Как правило, это определенная такая неуверенность в себе, как правило. Как правило, это, ну, как правило, есть еще причины. Вот. Ну, все они, в общем-то, сводятся ко внутренним противоречиям. Как бы, ну, именно, именно в вас, именно внутри вашей личности. С этим нужно работать, вот и все. Если хотите, то вам можно помочь. Если вы только знаете, что проблема в вас, внутри вас, не снаружи, не в мужчине, а в вас. Что обвинение всех, это обвинение себя. Себя. Что мужчину вы выбрали такого, потому что вы хотите такой быть. Вы не чувствуете себя свободным. Вот. Ну, в отношениях, к примеру. Вот и все. Может быть, у вас есть страх одиночен. Потому что, как раз таки, вот, в семье вас, ну, слишком, например, много внимания вам было, к примеру. Я не уверен, я не уверен. Ну, так вот такое бывает. Такое бывает, частенько. Вот, может быть, у вас есть, вот не уверен. Может быть, если не адаптировано в том числе, если вы не привыкли полагаться на себя. Но это, как бы, немного противоречит тому, что вы пишите, что вы сами зарабатываете, и в этом смысле, как бы, у вас все хорошо. Я вам верю, я не считаю, что вы обманываете. Вот. Но, тут нужно разбираться. Потому что, если вы полагаетесь на себя, там, к примеру, вот, к примеру, вы полагаетесь на себя, там, допустим, ну, в чем-то. Да, то есть, вы полагаетесь на себя, в работе, да. То есть, у вас есть профессиональный успех, карьерный рост и так далее. Супер. Ну, а почему же вы, например, вот, допустим, сейчас, да, вот, считаете, что, ну, что мужчина бомбовит? Что-то. Что-то. Вот. То есть, откуда такая вот детская позиция? Вы пишите, я не могу простить его. Это вот тоже такая достаточно, достаточно детская позиция. Потому что, чтобы простить, да, нужно, соответственно, принять. А принимать его, как бы, ну, вы отказываетесь. Понимаете? То есть, тут вот нужно исследовать обязательно эти аспекты. Потому что именно в них, именно в них, значит, ну, кроется ваша проблематика. Как вы выстраиваете отношения с, значит, мужчинами? Что вас объединяло с мужчинами? Ну, что между нами общего было? Это вот все истории, которые нужно рассмотреть. А сейчас просто понять, что если вы ничего не предпримите, если вы ничего не предпримите, то мужчина так и будет себя вести. И ссор будет больше, потому что он подсознательно, он понимает, что вы от него зависите, и что деваться вам, по сути, некуда. Он это понимает. А поскольку вы его тянули за собой, что в глубине души у него, как бы, всегда было, что вот, типа, ты всегда мной управляла, ты всегда мной манипулировала там и так далее. Потому что, кем вы были для своего мужчины? Вы для своего мужчины, по сути, были именно спасителем. Вот. Вот. Вы его спасали, своего мужчины. Вот. Ну, если вы его спасали, это означает, что вы жертва. Вот. И все. Это означает, что вы жертва. А жертва всегда несчастна. И жертва, между прочим, чаще всего предает. Ну, потому что отношения складываются неравнозначные, неравномерные. Вот. В треугольнике, вот, Карпмана, изучите, да, треугольник Карпмана. Изучите. Внимательно. Ну и найдите в этом, в треугольнике Карпмана, да, себя. Я думаю, что труда вам это сделать не заставит. Очень быстро и легко вы себя найдете там. Вообщем, всего лежит ваш страх. Но вопрос заключается в том, готовы ли вы с этим работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. А я бы хотел добавить, что вот болезненность. Вот, что вам больно, что вы чувствуете себя раздавленной, что вы в шоке, что вы сравниваете его, значит, с своими друзьями. Ну вот. Что вы вот говорите, что не представляете, как можно там так распределяться деньгами. Вот. Обратите внимание, что это позиция родителей. Это тут. Это ваша, это ваша родительская позиция. И хорошего в ней, вот именно в ней хорошего для вас нет ничего. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Я рекомендую вам вот эти моменты, да, связанные с, ну, связанные с данной позицией. Поотслеживать. То есть, отследить, посмотреть, откуда они у меня взялись. Откуда взялась у меня такая позиция, откуда у меня взялись такие чувства. Вот. Тогда, возможно, вы сами увидите причину. На этом все. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. Спасибо за внимание,, удачи.